вот пошли костные останки здесь же наши гильзы винтов еще такой маленький момент бывали случай когда мы работая здесь по спастземенскому району находили также остатки немецких солдат у которых в юхнове то же самое кстати говоря было у которых были монеты разных стран до разных стран давненько я таких условий для поиска не припоминаю мы будем сидеть слушать кукушку да я смотрю лес кстати должен запить как вчера мы когда сидели с алексеем 12 часам а и и и всем привет друзья ну что снова у нас поиск снова мы прибыли в эту самую деревню где проводили поиск и который я снимал фильм скажу сразу экспедиция короткая не знаю что будет по виде материалов но что будет то будет условия конечно для поиска сейчас дичайшие от слова дикие то есть полетел очень много мошкары комаров с травы все это летит вся эта нечисть не дает спокойно не работать прибором не щупом не копать естественно но как я всегда говорю мы не унываем какие условия есть таких и работы нам тут прилетала на то что мы не закапываем ямки и так далее то есть раскопы свои вот я могу сказать обратное то есть вот я не оправдываюсь а просто говорю как есть вот раскопы каких-то как выразились у нас группе копателей которые не закопаны а вот соответственно раскопы уже наш все свои шурфы мы всегда закапываем и вам советуем делать то же самое да это отнимает немножко сил времени но она того стоит чтобы не оставлять такие большие яму в поле жарко вода жарко ребята ищут стараются бы хотят лег нам лицом стоит ладно не будем отвлекать а вот собственно говоря и немецкий раскоп тоже все закопали все проверили вторично верховым прибором как дела отец алексей оба мошки сколько до летит с этой с травы что там сигнал идет ну так как это мелочь ржавь не ржавь какая-то в воронка какая-то небольшая ну там уже выбрасывал что же там ищет верховым прошел дождь очень жарко а будем немного смещаться не искать вот такие вот я мы оставляют который чуть попозже можно будет нормально улететь острова вот это вырастет соответственно можно будет сюда на машине либо ногами залететь ну что-то максим под глаза заливает тяжко тяжко щипет да ребят продолжаем и поиск максим уехал остались мы с алексеем вдвоем ну честно сказать давненько я таких условий для поиска не припоминаю то были дожди и холодно но как я говорил зато не было комаров и мошки всевозможны сейчас стоит жара ветра нет абсолютно и мошка с комарами ну просто не дает копать то есть вот я зацепил там прошу прощения жарко по моему перегревать зацепил там останки какие-то костные пошли сейчас покажу то есть начинаешь копать соответственно садишься на колени чтобы копать и просто нет возможности по нормальному выкопать то есть мошка лезет в нос в рот нельзя не продохнуть ничего то есть вот прошли костные останки здесь же наши гильзы винтовочные гильза наша тэшный здесь какая-то то ли воронку сброска сейчас мы все это дело будем расширять и смотреть что есть такое мошки в рот лезу далек не продохнуть ничего то есть да вот пошли останки вот останок вот уходит то есть боец по идее верховой скорее всего будет либо распахан либо просто его разбила осколками снаряда то есть осколков довольно много ладно будем расширять я машу овсянов борис васильевич 1924 года рождения место жительства город кострома воевал с апреля 1943 года помощником командира взвода в 3 стрелковой роте 1 батальона 68 стрелкового полка 70 стрелковой дивизии в 1958 году ушел в запас звание капитана награжден медалями за отвагу за боевые заслуги и за победу над германией 18 августа 1943 года в районе спасдеменска несмотря на сильный огонь противника мы продвинулись за день до 5 километров помню снайпера чеснокова который идя в цепи наступления метко разил фашистов но в конце дня прямым попаданием минным был убит находясь от меня в четырех метрах концу дня из роты по ранению выбыли почти все офицеры и командир 1 стрелкового батальона 68 стрелкового полка приказал мне собрать бойцов своей роты и выдвинуться в боевое охранение собрав 6 человек бойцов и выдвинувшись вперед мы окопались на высотке не спали всю ночь приготовившись к одражению атаки противника но немцы побоялись сунутся к нам только с рассветом командир батальона прислал нам подкрепление мы были горды выполнением задания на следующий день после артиллерийской подготовки мы снова пошли в наступление но и и и Продолжение следует... Да, условия знатные, да? Останки, да, это? Там мошка просто загрызла. Да, я говорю, я суть давненько не помню таких условий. Полтора часа работы уже, все лицо обыгрызло. Да, так что... А в лесу комары там. У комаров-то хоть ладно. А с мошкой мы здесь бороться бессильно. Сначала надо бойстовой копать, а потом надо яблок закопать. Совершенно верно. Что мы, собственно говоря, и делаем. Поэтому те, кто там утверждает, что мы не закапываем или еще что-то... Короче, все с вами понятно. Приезжайте. Приезжайте. Работайте, смотрите, помогайте. И так далее. Закончили эксгумацию. Останки солдата сильно разбиты. И скелет не целый. Вероятно, было то ли попадание. В общем, какая-то большая воронка. Видно очень много осколков. И больших, и маленьких. Ну, а солдатам были... А? Пробка резиновая. Пробка резиновая от фляжки стеклянной. Да, масленка наша чистить винтовку. Гильзы стрелянные и винтовочные, и ППШ. То есть, какая-то непонятная сборная солянка. Можно только догадываться. Это ремень, фрагмент ремня. То есть, ну, наш солдат. И, к сожалению, большому установить его личность нам опять не удастся. Это печально. Ну, здесь это факт. Мы с этим ничего поделать не можем. Работаем. Как я уже говорил, здесь процентов 95, если не больше. Все, к сожалению, без установленной личности. Нет ни наград, ни медальонов. Ничего такого, на что можно было бы зацепиться и установить. Пока я с вами вот разговариваю, Алексей уже почти закопал яму. А я опять, получается, что ничего не делаю. Вон, туча идет. А вот, да, опять идет туча, гремит. Поэтому мы сейчас собираемся и отправляемся в лагерь. А в лагере уже с вами поболтаем, посидим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА сколько можно за день сделать очень полезных вещей да и много да слушай с учетом дороги пока доехали пока приехали сегодняшний день у нас в принципе сложился можно сказать на отлично у нас я не говорил ранее то есть приезжал максим он отрабатывал немножко в другом месте он там нашел солдата вчера да да вчера вчера да но получается такая интересная история то есть солдат 42 стрелковой дивизии собственно говоря но единственное погиб он когда там май июнь июль получаешь до основного наступления да 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 но я говорю вот мая июнь июль это с марта до августа ну да но основные потери да это вот май получается июль то есть по сути и он его привез максим сюда мы потом этого солдата послезавтра отвезем во времянку туда вне сделала то есть получается по сути этот же солдат должен был в августе вот 18 числах августа 16 как раз быть здесь получилось так что сюда в мае 2024 приехали только его останки то есть солдат погиб там привезли его сюда и сегодня также вот как раз удалось найти останки на том же месте на том же участке поле который как раз я говорил что вроде бы я его там исследовал ну как я сказал что это так не работает это надо все равно приезжать надо искать 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 методом исключения в принципе с алексеем как раз сегодня нашли останки алексей рядом там тоже зацепил воронку интересную но воронка к сожалению оказалось пустая то есть осколков много было моё по кругу зашурфили к сожалению ничего завтра продолжим завтра еще должен сашка подъехать вот так что завтра будет в принципе в три прибора три щупа шесть рук думаю тоже нормально так поработаем в плане работы конечно вот эти условия алексей не даст соврать конечно сейчас самые такие жестокие условия в плане копыта сейчас самый сезон вот этой мошки комаров то есть они сейчас как раз только вылетели вот самые злые такие то есть ну копать практически вообще невозможно вот мы когда эксгумировали останки солдата то есть останки прям копошишься внизу а вот эта машка там просто и такую роль что не вдохнуть грубо говоря нельзя они тут же залетают возможно раз стоит душно ветра нету до ветра не было вообще после дождика дождь прошел ветра нет тишь такая да они летают то есть чувствует себя спокойно поэтому кстати говоря если завтра у нас будут в камере несимметричные лица то это все от проделки размашки и прочей живности которые нас накусали потому что уши горят шея горит все горит вот ну никто и не говорил что в принципе будет легко поэтому нашим воинам было она гораздо сложнее это точно на самом деле вот это всегда как говорится в голове крутится что нам это понятно сейчас день-два и поехали домой там покопали жарко еще что то мы даже вот пока с алексеем ехали тоже говорили на эту тему что каково ты им было то есть они такой марш бросок сюда делали там с кирова с таким заворотом с крюком а потом соответственно в боях 60 процентов дивизии вот здесь просто погибло то есть такие марш и преодолевать пешком это как раз летом в конце июля начала августа они сюда шли вот это самая жара знойная до москвы на машине 5 часов два с половиной года такая карусель тут было да да а Субтитры создавал DimaTorzok Утро нового дня, всем привет! Продолжаем мы нашу экспедицию, наш поиск. Условия, как мы еще раз сказали, довольно тяжелые, но не унываем, не отчаиваемся, а продолжаем работать. Сейчас утро, 8 утра, почти 9, жарище стоит уже, духота, мошка комары все так же атакует. В общем, ладно, не суть. Продолжаем мы поиск на этом же самом участке. То есть, вот ребята разбрелись. Мы сейчас здесь, собственно говоря, также будем ходить, где вчера поднимали солдата нашего. Где нашли. Вчера вечером у нас видео оборвалось. К сожалению, память была уже забита полностью на камере. Поэтому поудалял вчера видео. Вкратце скажу, что там не записалось. Сегодня в планах у нас вечером разобрать немножко материал по поводу того, что там пишут в комментариях нам про тех найденных солдат, которые были в прошлом фильме. То, что немецкие солдаты, вот эти самые фашисты, которых мы нашли, что это были такие же простые крестьяне, что они не хотели, наверное, воевать. Не все хотели там убивать и так далее и тому подобное. И, в общем, что-то пытались нам предъявить, но мы, честно говоря, так и не поняли чего. Мы свою работу сделали, выкопали, исследовали, так сказать, эту стрелковую ячейку и их окоп. Останки переданы будут смоленским ребятам, которые их хоронят в духовщине. Чего они нам пытались предъявить, когда их задело, наверное, вот это слово фашист или еще что-то там. В общем, сегодня вечером поговорим на эту тему у костра. Приведем вам некоторые документы, которые у нас есть. Цитаты из книг и так далее. В общем, так сказать, пофилософствуем. Сразу скажу, что наше мнение по этому поводу вы знаете. То есть все, кто находится здесь в окопах, убитые немецкие солдаты, это для нас фашисты. Никакие они не коммунисты, никакие они там не с доброй волей сюда пришли, не с гуманитарной помощью. Это все понятно. Это балбесам уже 20 лет, наверное, или 30 пытаются в голову убить вот эту какую-то непонятную толерантность. Но люди то ли мало читают книг, то ли мало общаются, общались с ветеранами. То есть, или там читают воспоминания, не те, которые лицемерят и порочат наших солдат, там, советскую власть и очерняют победу подвиги нашего народа. А, видимо, читают какую-то не ту литературу, как сейчас принято говорить, там, либеральную какую-то еще. То есть, как бы вот погибшие солдаты, они там бедные и так далее. Но, однако, они забывают о том, что они творили. Те самые немцы, те самые немецкие солдаты. Вот, про это вечером поговорим. Также, вкратце, я не знаю, записался там или нет, но упомяну, что ездил я встречаться с Фетисовым Анатолием Ивановичем, составителем книг «Хроника освобождения Спасдземинского района». Он нам подарил несколько книг, вот, поэтому у нас документов прибавилось для изучения. Вот, там наградные листы, списки потерь, часть воспоминаний и так далее. И я, собственно говоря, буду этим с вами делиться по мере изучения, также буду зачитывать, также буду, ну, в общем, делиться информацией буду. Вот, как раз расскажем про события вот в этих самых местах, вот в этих самых вот просторах. Ну, а сейчас пойдем продолжать поиск, не будем терять драгоценное время, пока солнца нет, можно еще поработать. Сейчас выйдет солнце, я чувствую, будет очень жарко. Машка вон везде лезет, кусает. Так что, приступаем к работе. Все остальное я расскажу, покажу уже потом. Осколочки. Те, ну, надо тоже их шурфить, выкапывать. Смотреть воронки. Продолжаем мы наш чудный поиск в таких довольно тяжелых условиях. Шурфим воронки. Вот Алексей зацепил там от Катюши большой снаряд, лопату погнул. В общем, шурфим воронки. Вот, к примеру, сейчас покажу один из шурфов наших. Что мы, собственно говоря, делаем в эту самую жару в поле. Когда, по идее, надо отдыхать где-нибудь на речке. На природе, но на речке. Ну-ка, покажи сегодня. Вот взял облаку пламу. Копать надо. Вот как надо копать. А у некоторых даже этикетки новые не стираются, копают. Да, вот. Контейнер. Кассетный. Бомб. Сейчас надо копать, потому что непонятно, что это за сброска. Здесь глубина большая. Какая-то воронка. Все, шурф закопали. Нам-то оказалось не с тем, что мы ищем. То есть, как мы и сказали, половина от контейнера этих. Немецкий, который именно ставили они здесь. И кусок брони. Довольно увесистый. И все. Так что, продолжаем поиск. Ну вот уже, собственно говоря, и полдень. Шара гонит нас с поля. Ветра так и нет. То есть, стоит зной прям такой летний, июльский. Несмотря на то, что идет конец мая. Двадцатые числа. Но ничего, пошурфили в воронке. Вот. В принципе, проделали довольно много работы. С утра потерпели некоторые, понесли некоторые убытки. У Алексея сломалась лопата окончательно. То есть, но у нас в лагере есть запасная. То есть, мы это дело, сами того для себя не зная, все-таки предусмотрели. сейчас отправляемся в лагерь уже. Алексей, соответственно, пошел. Сашка тоже собрался, пошел. И я сейчас, собственно говоря, пойду. Вот, собственно говоря, хотел вам показать, как красиво выглядит эта самая деревня. То есть, здесь почему-то нет ощущения, что ты находишься вот один. То есть, ну, что деревня пустая. Не знаю почему. Есть такие места, где какое-то такое странное ощущение складывается, что не то, что как на тебя кто-то смотрит, а что здесь кто-то присутствует. То есть, вот, например, мы копали противотанковый ров. У нас вот есть фильмы про ров противотанковый. Там вот, ну, место пустое абсолютно. То есть, ты копаешь ячейки рвая и как-то нет какого-то ощущения жизни какой-то и там и прочее-прочее. Скорее, даже наоборот, какое-то больше угнетающее такое воздействие на тебя оказывает какая-то вот противотанковый ров. Это искусственное фортификационное сооружение, так сказать. А здесь вот эта деревня, несмотря на то, что она уже не жилая, но она к себе притягивает именно вот своей какой-то жизнью. Наверное, можно сказать, что с нее еще не выветрилась жизнь. То есть, она полностью еще не превратилась вот в урочище какое-то такое, которое все заросло кустарником, заболотилось там еще что-то такое. То есть, здесь прямо вот стрекозы он летает. Чувствуется прям какая-то жизнь. несмотря на то, что деревня, как я уже сказал, с 2002 года абсолютно пустая. Ну, возможно, даже раньше, просто в 2002 году, как я уже упоминал, здесь один человек числился по переписи населения. То есть, вот плодовые деревья видно, яблоньки растут, цветут, птички поют, дергач там где-то крякает. То есть, такое, очень своеобразное и, я бы сказал, довольно приятное место. Несмотря на то, что здесь когда-то была война, поле, по которому я хожу, записываю видео, поле, в котором мы ищем, здесь лежат под ногами убитые солдаты, их останки, но место довольно притягательное. Не знаю, с чем это связано, но вот есть такие места, кто путешествует, кто ездит во всякие экспедиции, в принципе, они меня на 100% понимают, что есть такие определенные места силы, скажем так, которые к себе притягивают, которые какую-то дают, отдают энергию. Вот, я, конечно, не углубляюсь прямо в какой-то там, не знаю, телеканал всеми известный, типа РНТВ, да, там про энергетику и прочее, но просто вот такие ощущения есть. Кто здесь побывает, в принципе, они меня 100% поймут. Это то же самое, как, в принципе, там с Гнездиловской высотой. Я не раз упоминал, что когда был молодой, когда сюда первый раз приезжал 15 лет назад, мне тогда сказали, что, приехав сюда один раз, не именно сюда, а вот с Гнездилово, туда, ты обязательно захочешь сюда еще вернуться. И, собственно говоря, 15 лет. Я продолжаю говорить это всем остальным, кто сюда приезжает. И, как правило, люди, так же, как и я, такие же, как и я, сюда возвращаются, приезжают в эти места, потому что места здесь удивительные. да, жара изматывает хлеще, чем дождь и холод. Хотя холод, конечно, при холоде копать гораздо удобней, гораздо лучше. Ладно, ребят, не будем затягивать видео, время показать особо нечего, ну, что, шурфим воронки, в воронках осколки, вот попадаются большие контейнеры, контейнеры, вон один попался, попался вот контейнер от кассетных, бомб этих мин, немецкий. В принципе, а остальное что показывать? Ну, воронки, ну, шурфим, ну, работаем. Работы довольно много, работа тяжелая. В знойную жару копать вот эту траву, которая лопатой не тыкается, вот течет, мошки периодически одолевают, но работаем. Поэтому, пойдем в лагерь, отдохнем, как раз немножко жара спадет, надеюсь, придут облака, и мы уже после обеда пойдем на ту часть поля, которая ближе к нашему лагерю. Я, конечно, везде здесь хочу покопать, и здесь, где вот мы сейчас находимся, и там, и там, ну, физически просто не хватает нас здесь, чтобы покопать и здесь, и там, и там. Поэтому, немножко здесь, немножко там, немножко здесь, немножко там. И, как видите, все-таки результат он какой-то, но есть. Идет уже вторая половина дня, продолжаемый поиск, пока удается исследовать только глубокие воронки, то есть, такие, порядка 60-80 сантиметров по глубину они, и, собственно говоря, попадается вот довольно много рваного металла, всевозможного, всевозможного. Вот. И, ну, более, в принципе, ничего. Ну, так вот и работаем, методом исключения. Погода немного подустаканилась, нагнало каких-то туч. видно, там где-то идут дожди, гремит гром, но у нас хотя бы нет солнца, хотя по-прежнему жарко, и дует прохладненький ветерок, хоть немножко покомфортнее стало работать, копать. В принципе, показать особо нечего. Ходим, ходим, ищем, ищем и ходим. Трудность работы в этом районе, как я уже говорил ранее, заключается в обработке и анализировании документов. Описанные в документах данные иногда не совпадают с действительностью на месте. Отсутствие схем действия полков, конкретные места прорывов и расположения обороны противника, все это только прибавляет нам работы в поиске. Услышаны раскаты грома. Красота! Кстати говоря, у меня как-то спрашивали, почему я то в кепке, то в панаме. В кепке удобно ходить, когда нет комаров и мошки. То есть кепка по сути она просто закрывает голову и козырьком закрывает глаза от солнца. А вот панама она закрывает и уши, которые все равно мошки, конечно, покусали, но не так, как это было бы в кепке. И закрывает шею. Поэтому это не то, что какой-то стиль или еще что-то. Это элементарные средства защиты от гнуса, который довольно сильно нам досаждает в поиске вот в этот период времени. может быть, сейчас недели через три все это подустаканится, если все подсохнет, комары, мошки, все это пропадет, если дождей не будет. Но пока приходится всеми возможными способами защищаться от них. Собственно, гнуса можно наблюдать вот просто по траве, по штанам. То есть довольно много на данный момент мы уже говорили этой гадкой живности. Так, ну что, сегодняшний наш поисковый день подошел к концу и в принципе как я говорил хотелось бы поговорить на тему по теме прошлого видео. То, что народ некоторый там возбудился, когда я назвал погибших немцев, которых мы нашли с Сашкой, фашистами. Не знаю, с чем это связано. То ли люди стали забывать, что такое фашизм и почему собственно говоря он так называется. Почему-то некоторые умудрились там писать, что это в принципе такие же люди, как и мы. То есть это обычные солдаты, чуть ли они не коммунисты и так далее и тому подобное. Ну то есть какой-то полный бред нести. Наши отношения по этому поводу в принципе вам уже давно известно из наших видео, из наших работ, фото и так далее. Ну сейчас хотелось бы вот с Алексеем немножко разобрать эту тему как раз. Я зачитаю так сказать сначала, а Алексей потом продолжит. То есть есть книжка Александра Звягинцева «Нюрнберг. Главный процесс человечества». Давно я читаю и изучаю в свободное время. К 70-летию нюрнбергского процесса она написана. Вот в этой книге есть хорошие слова на самом деле, которые сказаны еще тогда в принципе ну собственно говоря зачитаю, чтобы не быть многословным. То есть все идет еще с холодной войны. То есть оттуда растут все эти корни. В этих условиях активизировали силы, желающие пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить и даже свести к нулю главенствующую роль Советского Союза в разгроме фашизма. Поставить знак равенства между Германией страной-агрессором и СССР, который вел справедливую войну и ценой огромных жертв спас мир от ужасов нацизма. 26 миллионов 600 тысяч наших соотечественников погибло в этой кровавой бойне и больше половины из них 15 миллионов 400 тысяч это были мирные граждане. Появилась масса публикаций фильмов телевизионных передач искажающих историю историческую реальность. В трудах в кавычках бывших бравых наций и других многочисленных авторов обеляются а то и герезируются вожди третьего рейха и очерняются советские военачальники. Без оглядки на истину и действительный ход событий. В их версии нюрнбинский процесс исследования и преследования военных преступников в целом всего лишь акт мести победителя и побежденным. При этом используется типичный прием показать известных фашистов на бытовом уровне. Смотрите это самые обычные и даже милые люди а вовсе не палачи и садисты. Ну собственно говоря вот это как раз вот эти комментарии которые нам писали и приводили можно как раз отнести к этой книге. То есть когда там пишут что это в принципе обычные люди и так далее и тому подобное. И как раз хотелось бы вот у Алексея есть там выдержки из но это не то есть как бы не совсем выдержки вот есть в каждом районе даже не в районе в областях Калужской Смоленской в Треворской области книги памяти которые написаны были еще давно и в них было приведены короче факты зверства нацистов и много написано в этих книгах каждый может на сейчас в интернете посмотреть вот на примере допустим вот Батуринский район Смоленской области вот оттуда моя бабушка она еще живая и вот если вы хотите какую-то человечество фашистам приписать скажите это вот моей бабушке либо скажите это жителям благатного Ленинграда жителям Белоруссии кстати вот Белоруссия вот до сих пор она же не восстановилась по численности населения со второй мировой войны с Великой Чечной войны а вот какие зверства творилось в Белоруссии мы сейчас тоже обсуждать как бы не будем потому что это можно целый вечер просто напросто и не понимаю саму суть того когда вот какая-то информация появляется с нашего отряда там нашли немцев и какое-то возбуждение начинается идти делая ваше возбуждение когда мы находим наших бойцов погибших делал ваш недависть как раз к ним странно очень странно выглядит потому что все-таки надо плакать и какой-то не знаю как сказать сожалению к нашим бойцам потому что они как раз герои погибшие не видели победы они даже многие жизни не видели ну например да известных фашистов на мирное население Батуринский район Смоленской области период оккупации на территории колхоза комсомолец около тела Батурина был обнаружен окоп с трупами убитых немцами мирных граждан и детей 59 человек фамилию установить невозможно в одной избе солдата застали прятающуюся беременную кахонницу Екатерину Осиповну со старой матерью их двухлетним ребенком за подорозрих ее связях с партизанами немцы били женщину палками сапогами живот таскали за волосы а когда она потеряла сознание перекончили штыками убили также ее мать и старуху мать мать старуху и ребенка вот тут много чего приведено всякий жерст сколько было уничтожено именно мирного населения но предприятель населения и всего остального и опять же ну что касается нас как бы наши отношения поисковой деятельности изначально почему мы как бы ищем самих солдат у нас с Евгением получается оба ну убеях прадедые тоже погибли пропали без вести и каждый боец нами найдено это потенциально наш дедушка мой его моего одноклассницы одноклассницы моей жены но моих друзей потому что у многих семьи понесли потери и как бы это дань наша этим солдатам а эти немцы на самом деле мне на них просто все равно это вот к чистому мнению человек он и человек вот как раз мой дедушка это вот мой дедушка я вот еще тоже не пойму на столе пытаются уличить в чем-то в плане немцев но в принципе опять-таки непонятно почему мы не прибиваем костные останки к дереву хотя такое имелось в практике когда был предыдущий командир отряда они такое проворачивали по молодости по глупости опять-таки да там немецкие кости там и так далее мы не раскидываем останки как бы вот я не пойму в чем вопрос и почему такое какое-то оживление возбуждение по поводу этих немцев что с ними не так нам что с ними надо делать именно возбуждение было почему-то назвал их и фашистами ну а кто же они как они называются или люди просто уже начали забывать бывает начали что-то мало говорят по телевизору ну это вот я говорю града вот эти как они фильмы эти там зоя которые современные прочее вот это фуфло которые люди правда смотрят антисоветская там не то что даже советская там правильно там немцы они показаны как такие все хорошие парни а вот зоя со своей командой взяли там избы какие-то жгли и так далее хотя они также забывают что там кстати фильме по-моему как раз таки не показан как они зои там пытали грубо говоря там и прочее ну вскользь все это показано вера волошина также да там наш который повесили в головково у нас нарофоминском районе то почему-то ну не знаю что у людей там то ли может правда вот это там 20-30 лет людям мозги промывают каким-то фуфлом вот этим и люди уже как-то там это такой же солдат он сюда приехал с гуманитарной помощью они сюда приехали вот конкретно в эту деревню в Соболи с вагоном зерна раздали мирным жителям а мирные жители сказали мы брать не будем и они половину расстреляли или как это получается тем более тут 43-й год вот малая малая вероятность того что в 43-м году тут были прям какие-то прям силы затащены солдаты люди и все остальное я понимаю тому как показываю 45-й год там когда уже в берлине там каждый у них этот ополчение у них свое просто да просто посмотреть когда в 30-х годах какая была поддержка нацистов еще такой маленький момент бывали случаи когда мы работая здесь по спасземенскому району находили также останки немецких солдат у которых в юхнове то же самое кстати говоря было у которых были монеты разных как сказать не номиналов стран до разных стран зубной как она зубные щетки вилки с отеля который во франции то есть это бывалые вояки которые явно не коммунизмом и там заговор против гитлера они никакого у них такие трофеи были со северопа потому что люди откройте глаза а то по-моему вы уже что-то плохо видите что-ли я не знаю неся какой-то чушь в плане гуманности как я Алексею сказал вот эта ваша толерантность которая в интернете там по поводу фашистов и так далее она быстро заканчивается в любой очереди где-нибудь там в поликлинике в какой-нибудь там районной когда тебе надо просто справку отдать или забрать а тебе там сразу столько прилетает вот здесь почему-то ваша толерантность быстро заканчивается поэтому хотя опять-таки я не пойму абсолютно какой к нам вопрос вот этих немцев которых нашли и других кстати говоря там самого гнездилова заберут завтра и захоронят где их там хоронят в духовщине или где там нам вообще без разницы как бы чего там не так я вообще не понимаю мы что там что-то раскидываем мы что-то не так делаем вы пытаетесь нас что-то пристыдить что ли или что но у вас навряд ли это удастся потому что нашу позицию в принципе довольно давно наша позиция ясна по этому поводу мы ищем наших погибших солдат а не немцев не их вот эти значки какие-то там не знаю что там каски пряжки штык-ножи и так далее мы этим не занимаемся поэтому поэтому такие дела странно конечно странно на самом деле такое читать от людей опять же странно это видеть в данный момент в данное время от которого у нас сейчас происходит да это тоже как бы не добавляет красочности так сказать хотите разбираться в вопросе просто изучайте историю читать документы сейчас все в отрытом доступе ну вот видимо изучают читают но немножко не то и поэтому как вот я прочитал в этом что да лжетруды вот эти которые читают и получается что правильно картина вот такая смотрят фильмы современные может быть какие-то там про войну ну а там правильно что там политруки там всех через одного налево-направо стреляют не знаю что там этих всех убивают наши своих и в принципе нормально а немцы вот они там молодцы ну скорее всего пишет это поколение более молодое потому что даже вот оно даже наверное лег не то что более молодое но просто более безграмотное вот и все помню где-то их в школе не доучили наверное и не досмотрели были в 90-х годах когда ну с ним можно было пощадо когда их было много на памятниках когда они рассказывали об этом все ну как бы о этих нацистах вот смотрите фильм опять-таки да вот иди и смотри например вот потрясающая работа потрясающий фильм вот кстати там в молчаливой форме практически рассказано о том кто такие немецкие доблестные вот эти солдаты в кавычках фашисты да и так далее и тому подобное то есть это не сейчас придумано это и не нами придумано то вовсе самое интересное сейчас мы вот это все сказали ну опять что что-то накидают и сразу скажу что мы с ними вот с этими мертвыми солдатами не воюем да то есть нам все равно на них просто как бы я не хотел бы чтобы мой прадед который погиб тоже не знаю нашли не нашли может быть мы его нашли чтобы меня проклинал за этих немцев просто мне даже морочиться с ним неохота когда мы их находим просто брать в руки и что-то делать просто просто копать и все пускай тратить на него свои силы время это такое кто хочет ими заниматься пожалуйста приезжайте мы прям вот скинем точку либо на крайняк если время у нас будет на крайнем случае мы прям придем покажем вот здесь окоп копай и сиди там ковыряйся не знаю смакуй наслаждайся этим пожалуйста как бы мы свое время свободное от работы тратим не на это поэтому конечно да вопрос такой довольно интересный но он очень плоский и говорю наверное какая-то узконаправленность ну скорее всего опять же люди такие комментарии пишут которые мало имеет отношения к какой-то деятельности поискового или что-то еще просто посмотрели в интернете какое-то видео наше и надо выводы сделать вот как и Евгений постоянно говорит он постоянно приглашает на поисковой экспедиции людей приезжайте посмотрите может быть что-то в головах у вас перевернется когда вы реально посмотрите сколько деревень погибло во время войны вот они стоят эти урочи часто тоже бывает в соцсетях пишут люди пытаются найти какую-то историю о своих дедушках бабушек кто погиб где погиб люди порой где-то находятся на краинке России но ближе я имею ввиду не в этих регионах где бы была война пишут да писали наверное думают как меня недавно писали типа можете посмотреть в Калужской области на мемориальной доске моего дедушку и фамилия такая типа дословно Иванов такая постоянная я что имейте ввиду в Калужской области как Смоленской области как в других областях где была война но наверное через каждые нескольких километров братские могилы памятики просто ну практически каждом населенном пункте Московская область тоже просто тут все усеяно братским могилами другом поэтому в принципе да тему эту мы закрываем кому что непонятно читайте изучайте либо вот приезжайте к нам сюда и будем общаться будем вот ходить как раз по полям искать посмотрите как это все выглядит наглядно и будете как раз выкапывать сочувствующих своих бедных немецких дальше продолжаем нашу работу а мы дальше да продолжаем наш поиск будем наших дедушек чтить чтить память о них да искать по возможности устанавливать имена несмотря на то что здесь с этим очень и очень и очень плохо есть то есть такие слова что был коммунизм и был фашизм да вы тут выбирайте вы за кого все да здесь третьего не дано либо за либо против а вот эти какие-то как как сейчас появились я не там и не здесь но это так в принципе в жизни это не работает я и между теми и теми нет ты либо за одних либо за вторых а дальше уже да делайте выводы сами все да мы будем сидеть слушать кукушку да сейчас ночной лес кстати должен запеть как вчера мы когда сидели с алексеем к 12 часам когда луна вышла довольно ярко было и как раз здесь у нас сначала все притихло а потом как оживилось все поле соловьи поют дергач поет там кряхтит точнее собака янтовидной там гавкает вот не знаю досидим мы сегодня до темна или нет комары ложки уже съели комары мошки когда и жара условия просто дичайше мы прям попали видимо в самый вот этот пик поисковый то есть и вот как раз недельки две если подождать наверное чтобы все высохло и часть комаров отлетела тогда будет много травы но уже будет много травы но мы уже все равно будем перемещаться именно в лес как бы по деревне по собой по соболям понятно что в принципе пока там все как я в том году когда отсюда уезжал по осени я сказал этому месту надо дать отдохнуть мы пока переключаемся на другой район и все равно меня что-то не отпускает все равно мне сюда что-то принесло да не знаю что хотя мы по весне отработали веселуху в первую вахту а на 9 мая я почему-то приехал опять сюда собственно говоря началось начался опять поиск здесь в принципе ну сейчас просто нам надо будет смещаться уже в лесной массив и пойдем в сторону высоты хотя опять-таки у нас есть и другие локации которые также надо отрабатывать но это уже будем смотреть по мере времени свободного по ситуации по ситуации куда проедем куда доедем на земле на поверье вызывают и нас там свои боевые не носить ордена вам все это живые нам от рада одна путь что не даром порой вы за родину маль пусть не слышен наш голос вы должны его знать ПЕСНЯ 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 лишь напишет ада там в этом бумаги и в принципе на этом наша экспедиция подошла к концу что там еще появились нет после нашей записи вот сторон на 5 майте россия на россии она не вчера же заезжали потом наша должна была быть , не опять вот так вот поисковые отряды работают солдат находит привозят так что в августе месяце будет захоронение на этой самой гнездиловской высоте которую я неоднократно показывал рассказывал в которую также у нас есть фильмы где мы повествуем боях в этом месте тяжелейших жестоких кому интересно можете посмотреть ознакомиться вот такие собственно говоря здесь места такие собственно говоря дела кстати люди приезжают идемте подойдем с вами да сюда вот постоянно приезжают люди предлагают цветы приезжают к своим погибшим родственникам что мы сюда как если так говорю еще неоднократно вернемся будем искать будем работать так что ребят большое спасибо всем тем кто помогает нам кто поддерживает нас помогает нам осуществлять нашу поисковую деятельность вы так или иначе являетесь участниками нашего отряда и принимаете самое непосредственное участие в поиске все всем большое спасибо и во всем этом мире до конца его дней не петлички не лычки с гимнастерки не лечки с гимнастерка а и и и и Музыка Я, где корни слепые Ищут корма во тьме Я, где с облачком пыли Ходит рожь на холме Я, где крик петушины На заре поросе Я, где ваши машины Воздух рвут по шоссе Где травинку к травинке Ветер травы придет Где ко мне на поминки Даже мать не придет И у мертвых безгласных Есть отрада одна Мы за Родину пали И она спасена Наши очи померкли Пламень сердца погас На земле на поверке Вызывают не нас Нам свои боевые Не носить ордена Вам все это живые Нам отрада одна Что не даром боролись Мы за Родину мать Пусть не слышен наш голос Вы должны его знать Я убит под Ржевом Тот еще под Москвой Где-то воин и где вы Кто остался живой В городах миллионных В селах дома в семье В боевых гарнизонах На не нашей земле Ах, своя или чужая Вся в цветах или в снегу Я вам жить завещаю Что я больше могу Завещаю в той жизни Вам счастливыми быть И родимой отчизне С верой дальше служить Горевать горделиво Не клоняйся головой Ликовать нехвастливо В час победы самой И беречь ее свято Братья, счастье свое В память воина-брата Что погиб за нее Редактор субтитров А.Семкин